О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Итоговое заседание правительства региона прошло в гербовом зале Нижегородской ярмарки. Для медицинских организаций и учреждений соцзащиты регион закупил 22 специальных автобуса. В Нижегородской области открылись сразу 32 обновленных кадровых центра работы России. 43 школьника из Харциска приехали в Нижний Новгород на новогодние каникулы. В гербовом зале Нижегородской ярмарки ни одного свободного места. Результаты реализации нацпроектов представляют заместители губернатора Нижегородской области. И тут цифры говорят сами за себя. Рекордные 1220 километров дорог отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Это действительно самая масштабная дорожная компания среди всех субъектов Российской Федерации. Особое внимание медицине проведена масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. Полностью обновлен автопарк в сельской местности, закуплено новое оборудование. В регионе удалось установить исторический минимум впервые за 30 лет показателя смертности от всех причин. Это 1067 сохраненных жизней в сравнении с прошлым годом. Два миллиарда рублей было выделено на благоустройство. Преобразились свыше 100 общественных пространств и более 550 дворов. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Мы видим, что комплексное благоустройство оказывает самое позитивное влияние не только на качество жизни граждан, но и на рост туристической привлекательности. На 16% перевыполнен план по расселению ветхого фонда. В этом году из аварийного жилья переехали 3120 человек. Большинство из них в новые квартиры. У нас в проектах зашиты те мероприятия и те проекты, которые наиболее важны для жителей города. В этом году мы заканчиваем программу, которая предусматривает ликвидацию аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года. И в следующем году ждем запуска новой программы по расселению аварийного фонда. Успешно реализуется в регионе и национальный проект образования. В этом году мы ввели в эксплуатацию 5609 школьных мест. Это 6 школ и 1 пристроенный. Доступнее становятся и электронные услуги. По нацпроекту «Цифровая экономика» доступ к мобильному интернету получило 31 тысяча нижегородцев. Это в 15 раз больше, чем годом ранее. Кроме того, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» мы в этом году вывели на региональный портал госуслуг 43 региональные услуги и 4 региональные услуги вывели на федеральный портал госуслуг. На отлично выполнен и национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». В регионе создаются условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Как итог, количество предпринимателей стремительно растет. Показатели превыполнены, все мероприятия исполнены. По итогам заседания все нацпроекты получили оценки «отлично» и «надлежащие». Хорошо, что область заканчивает год с таким очень хорошим настроением. В экономике одни плюсы, в бизнесе плюсы. Это говорит о том, что мы, конечно же, умеем пользоваться этим ресурсом. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, национальные проекты меняют к лучшему жизнь людей во всех уголках региона. Служба информации Наталья Куликова, Михаил Городников. Новый транспорт для медицинских организаций и учреждений соцзащиты. Нужную помощь закупили за счет областного бюджета. Так, 22 новых автобуса поедут в детские дома и интернаты для инвалидов и пожилых людей по всему региону. Больше половины транспортных единиц приспособлены для перевозки маломобильных людей. Примечательно, что и сами машины и подъемные механизмы полностью нижегородского производства. Как отметил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале, с таким транспортом будет больше возможностей выезжать в медицинские учреждения, на экскурсии и другие мероприятия. Нам эти машинки очень нужны, потому что раньше нам приходилось инвалидов грузить на руках. То есть это очень тяжело. Сейчас данные машинки оборудованы подъемником специальным, что облегчает работу и сотрудникам. И, соответственно, сам инвалид уже без посторонней помощи может, скажем так, подняться на машину, с нее спуститься. И фактически это такая адаптация к жизни для инвалидов. В медицинских автомобилях, в автомобилях скорой помощи уже осваиваются новые технологии российские. Это и пневмоподвеска, все оборудование российское. Действительно, это серьезный шаг в развитии нашего автомобилестроения. И самое главное, это востребованные нужные автомобили для пациентов и для работников соцучреждений, для тех, кого мы обслуживаем в социальной сфере в медицине. Новый ремонт, мебель, уличные и внутренние навигации, но главное, комплекс услуг в соответствии с жизненной или бизнес-ситуацией каждого обратившегося. Все это про обновленные кадровые центры работы России. С 18 по 22 декабря в Нижегородской области открылись сразу 32 таких центра. Инфраструктура создается на базе центров занятости населения. Так, обновленные филиалы отделения открылись в районах Нижнего Новгорода, в Арзамасском, Городецком и Лысковском округах, в городских округах ВЭКСа, Семеновске и не только. Посетители, обратившихся в кадровый центр, встречают специалист, готовые оказать компетентную помощь в составлении резюме или подаче заявлений в электронном виде. Стоит отметить, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом содействия занятости национального проекта «Демография». Мы поменялись, поменялась не только внешность наша, вот эти вот стены, поменялось наше отношение к людям. То есть мы сейчас клиентоцентричны, проактивны, даже я сказала, где-то активны. Лысковский центр занятости, считай, на хорошем счету. Конечно, безусловно. В нашей Нижегородской службе занятости. Поэтому я говорю всем спасибо. Сейчас у центра занятости есть большие полномочия, есть большие возможности не просто помочь найти работу, но, еще раз говорю, научиться, обучиться, получить новую профессию, возможно, даже открыть свой бизнес. Мы приводим внутренние изменения с точки зрения клиентоцентричности. Это единое входное окно. То есть теперь граждане не смогут по принципу одного обращения получать комплексные услуги. В том числе, например, там и МФЦ, и мой бизнес. Десятилетняя Вика Шеремец восторгом осваивает коньки. Да, по бортику, да, не торопясь. Но каждый шаг все увереннее. Я вообще на коньках первый раз. Успех у меня хороший. Пытаюсь как-то научиться. Как маленькие пингвинчики, дети высыпают на лед катка Нижегородской ярмарки. Свои новогодние каникулы в Нижнем Новгороде проводят школьники из Харциско Донецкой Народной Республики, нашего города по братимам. 43 ребенка, в числе которых дети из многодетных семей социально незащищенных и военных. Холодное искусство льда дается детям непросто, но оно и неудивительно. Многие из них видят лед в первый раз. Ну а наша задача – помочь им научиться кататься на коньках. На помощь приходят опытные участницы женской команды «Торпедо» во главе с тренером Натальей Пахомовой. Нужно поддерживать ребенка, чтобы он не боялся потихонечку хотя бы идти. Либо поддержки, как вы здесь видите, есть пингвинята и различные оборудования, которые предотвратят именно страх ребенка. И он будет потихонечку идти. Новый год – это время чудес. И не только для нижегородских детей, но и для детей из Харциска. Кроме катка дети съездили на экскурсию по городу, посмотрели собор Александра Невского и побывали в городце. Представлены печи, дверки печные. У нас в городце работало два крупных предприятия по производству чугунового литья. Производили паровые котлы для пароходов, корпуса для пароходов. Ну и, конечно, гражданскую продукцию. Удивило все – и музеи, и каток, и архитектура. Нижний Новгород устроил для нас, можно сказать, такой сюрприз на Новый год, потому что перед Новым годом приехали. Очень красиво, я в полном восторге. Я смотрю и сразу новогоднее настроение. Все хочется прям Нового года быстрее и прям очень нравится. Дом народного единства своим проектом «Лучшие дети» как раз дарит возможность посмотреть им Нижний Новгород. Ну и, конечно, как кульминации, полывать на настоящей Нижегородской, новогодней, прекрасной елке, получить сладкие подарки. Ребята отправятся домой, увозя с собой воспоминания о зимней сказке в Нижнем Новгороде. И, конечно же, сувениры. Служба информации Юлия Короткова, Алексей Калякин. Праздники Новый год в каждый двор проходят во всех районах Нижнего Новгорода. В Сормовском районе на площадке рядом с домом на улице Островского, 13, Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей с Новым годом, спели вместе новогодние песни, прочитали стихи и провели веселые игры. Как рассказал глава города Юрий Шалобаев, центральная локация традиционного фестиваля «Горьковская елка» станет театральная площадь. Там будут работать мастерская «Снегурочки» с мастер-классами для детей и взрослых и радиостудия «Новогоднее радио Деда Мороза». Праздничные мероприятия пройдут на 48 дворовых площадках города. Сегодня у нас старт этому проекту. У нас сегодня проходят 4 елки сразу в разных районах города. И в течение всех дней до Нового года и всех зимних каникул будут проходить елки в разных дворах нашего города. Каждый из детей сможет выйти в ближайший двор, прийти на ближайшую площадку, поиграть с Дедом Морозом, сделать фотографии и получить сладкие подарочки.